28 сентября 2001 года, когда Совбез ООН принял резолюцию 1373 и создал контртеррористический комитет Совбеза, в который вошли все 15 постоянных членов вахтерным способом. То есть они там как бы дежурили по определенным периодам, сменяя друг друга. По существу это было объявление войны международному терроризму. De jure et de facto. Сразу вот в течение прям нарастало месяцев создавалась межгосударственная под эгидой ООН всемирная система антитеррористических действий. Это, ну, вошли туда больше десятка профильных организаций, такие как гражданская авиация, ассоциации морского, таможенного союза и так далее. Далее. Всякого рода, значит, союзы и ассоциации региональные и субрегиональные. В национальных создавались силовые блоки, объединялись для борьбы с терроризмом в национальных масштабах. Это вот огромное, огромное по потенциалу создавалась сила. Кроме того, где-то в течение, может быть, года после объявления этой войны, я ее называю всемирной войной с терроризмом, причем этот термин появился и в высказываниях политиков, и во многих СМИ на определенное время. Так вот, стало зарождаться нечто вроде системы, во всяком случае, декларировалось это участие гражданского общества тоже в создании каких-то организаций, противостоящих терроризму. Надо сказать, что время показало, что вот эта мощная межгосударственная система, она оказалась в какой-то степени больше декларируемой, чем действующим. И война эта приобрела вялотекущий характер со стороны мирового сообщества, в то время как со стороны международного терроризма активность нисколько не уменьшалась, а в ряде случаев даже повышалась. В частности, ведь 11 сентября 2001 года международный терроризм ворвался и занял пространство, плацдарм в информационном поле всемирном, поскольку до этого терроризм стремился всякими способами привлечь внимание к своей деятельности, к своим проявлениям, акциям, средств массовой информации, то войдя в это пространство, терроризм занял там очень сильные позиции. И я думаю, здесь присутствующие достаточно хорошо знают о том, по каким направлениям международный терроризм использует очень активно и эффективно это пространство. И с точки зрения распространения каких-то мировоззренческих программ, идей и так далее, концепций, с точки зрения вербовочной работы и привлечения в свои ряды неофитов, и также с точки зрения логистики, финансового обеспечения своей деятельности. И, значит, все вот это значительно затрудняет противодействие терроризму оперативными средствами, поскольку, например, направление Фетвы по сети, оно не предназначено конкретно какой-то организации, и можно это каким-то образом установить и противодействовать. Это где содержатся призывы, причем призывы даже конкретного характера, без адресата. Говорится, вот как действовать, как, значит, поражать дипломатов Соединенных Штатов, там, в Саудовской Аравии или где-то в каких-то других странах. Он, когда выходит на работу, делать надо то-то и то-то. То есть конкретная инструкция по оперативной деятельности тех, кто захочет это осуществить. Причем, говорится, если вы не справились, то, значит, вот повторно посмотрите эти рекомендации для того, чтобы в очередной попытке довести дело до конца.